Всем привет! Роман Носова «Незнайка на Луне», увидевший свет в 1965 году, это сатира на капиталистическое общество в сказочно-фантастической обертке. И книгу, наверное, можно поставить в один ряд с приключениями Гулливера Джонатана Свифта. Хотя произведение написано для младшего школьного возраста, оно будет интересно как школьникам, так и взрослым, без вопросов. Это описание капитализма, как он есть, для советского читателя, незнакомого с нищетой, безработицей, нещадной эксплуатацией и полной зависимостью простых людей от богачей. Сегодня эта книга актуальна как никогда. Спасибо товарищу Гоблину за то, что взялся ее озвучить. Ссылка на первую главу здесь и под роликом. К созданию мультфильма подошли основательно. Начиная с достойной анимации, персонажи будто шагнули в телеэкран с иллюстрацией Генриха Валька, какими мы привыкли их видеть. Охват объемного романа довольно подробный и заканчивая отличными актерами дубляжа. Многосерийный мультфильм делали два года с 97 по 99. И все-таки, несмотря на достоинство этого неглупого, доброго мультика, его лишили одной существенной особенности первоисточника – острой сатиры на капитализм. Мультфильм вышел уже при победившем классе буржуазии, поэтому неудобные эпизоды про частную собственность, забастовку рабочих, историю не просто богатства, но и разорения пончика. И кое-что другое выброшено. «Ты разве не видел, что здесь частная собственность?» «Какая такая частная собственность?» «Ты чё, не признаёшь, может быть, частной собственности?» – спросил подозрительно Клопс. «Почему не признаю?» – смутился Незнайка. «Я признаю, только я не знаю, какая это собственность. У нас нет никакой частной собственности. Мы всё сеем вместе и деревья сажаем вместе, а потом каждый берёт, что кому надо. У нас всего много». От персонажа Козлика остались рожки до ножки под мостом. В книге он раскрывает в разговорах с Незнайкой нелицеприятную сущность капитализма, но делается это с юмором. «А почему же коротышки там превращаются в овец?» «Да там, понимаешь, воздух какой-то вредный. Всё от этого воздуха. Каждый, кто не работает и живёт без забот, рано или поздно становится там овцой». Богачам, живущим на Дурацком острове, это выгодно. Сначала они затрачивают деньги, чтобы кормить коротышек, дают им возможность лодорничать, а когда коротышки превратятся в овец, их можно кормить травой, и никаких денег тратить не нужно. «А кто это такие богачи?» – спросил Незнайка. «У нас никаких богачей нету». «Ну, богачи – это те, у кого много денег». «А для чего богачам, чтобы коротышки превращались в овец?» «Ну, ты будто не понимаешь. Богачи заставляют рабочих стричь этих овец, а шерсть продают, большие капиталы наживают. А почему богачи сами не превращаются там в овец? Разве на них вредный воздух не действует?» «Воздух, конечно, действует и на них. Но у кого есть деньги, тот и на Дурацком острове неплохо устроится. За денежки богатей выстроят себе дом, в котором воздух хорошо очищается, заплатит врачу. Врач пропишет ему пилюли, от которых шерсть отрастает не так быстро. Ну, а кроме того, для богачей имеются так называемые салоны красоты. Если какой-нибудь богатей наглотается вредного воздуха, то скорее бежит в такой салон. И там за деньги ему начнут делать разные припарки, притирания, ну, чтобы баранья морда смахивала на обыкновенное коротышечье лицо. Правда, эти припарки не всегда хорошо помогают. Посмотришь на такого богача издали, как будто нормальный коротышка. А приглядишься поближе – натуральный баран. Одно только, деньги у него есть, а так дурак дуракум, честное слово». В мультике же он заменен на журналистку-звездочку, которой не было в оригинале. Мультфильм лишили классовой борьбы. Переключив внимание с победы бедных коротышек и свержения всех богачей на единичную победу над экологически безответственным спрутцем. На разорение одного неправильного капиталиста. Ну, а разоряются при капитализме каждый день. Вывод. Книгу читать непременно и всем в любом возрасте. Мультфильм тоже неплох, но надо помнить, что это качественный развлекательный продукт, превративший острую сатиру на капитализм в одноклассовую борьбу за экологию. Так что читайте советскую прогрессивную литературу. И до новых встреч! Так, там всё, что захочешь, ты обретёшь. Там умным станет и дурак. Там правдою кажется даже ложь. Хочешь там гуляй, хочешь там играй, хочешь от души пой там и пляши. Самой лишь толпой, веселись и пой, ешь себе и пей, да поклушь и пей! Субтитры создавал DimaTorzok